Уважаемые коллеги, мы начинаем наш мастер-класс. Меня зовут Иденко Аркадий. Являюсь бизнес-тренером по инвестиционному анализу и оценке стоимости компании. Обладаю большим опытом инвестиционного анализа в крупных промышленных холдингах. Имею успешный опыт постановки систем инвестиционного планирования, разработки финансовых моделей, подготовки персонала в области инвестиционного анализа. Я являюсь автором ведущим целого ряда тренингов, направленных на развитие навыков инвестиционного анализа. Опыт проведения бизнес-тренингов 12 лет, опыт работы в области анализа инвестиций 20 лет. План занятия по формированию инвестиционного портфеля. Определение проектов и показателей для отбора. Сортировка проектов по каждому показателю. Определение весов показателей. Получение ранга проектов. Сортировка проектов по рангам. Определение величины инвестиций для финансирования инвестиционного портфеля. И формирование окончательного списка проектов для финансирования. Включение проектов в инвестиционный портфель. Для включения в инвестиционный портфель компании службы инвестиций анализируются 4 проекта. Данные по ним приведены в таблице 1. Лимит финансирования инвестиционной программы принят на уровне 280 тысяч условных единиц. Задание. Необходимо выбрать инвестиционные проекты для финансирования. Как будет проходить наше занятие? Мы откроем с вами чистый лист в Excel и попробуем провести отбор инвестиционных проектов в рамках инвестиционного портфеля на указанный лимит 280 тысяч условных единиц. Уважаемые коллеги, мы с вами откроем Excel. Хочу сказать, что на своих курсах мы решаем очень большое количество задач в Excel. Моделируем в Excel с помощью функций данные, анализ, что есть ли, подбор параметров, таблицы подстановки. Современный инвестиционный аналитик должен иметь этот инструмент в качестве основного при анализе инвестиций. Вот у нас исходные условия. Шаг 1. Вот наш базовый портфель. Зона отсечения у нас 280 тысяч. В портфеле присутствуют 4 проекта. Давайте на шаге номер 2 отсортируем наш портфель по первому показателю, по показателю NPE. И данные, сортировка. Данные, сортировка. По убыванию вставляем столбец. Вставляем ранг. У нас из 4 проектов по NPV победил проект 1. Ставим ему 4, самый высший ранг. Далее, второе место. Третий ранг. Проект 2. Третье место. Проект 4. 2. И самый минимальный балл. 15 тысяч по NPV. Проект номер 3. Шаг номер 2. Теперь шаг номер 3. Сейчас мы отранжируем наш портфель по показателю IRR. Данные, сортировка. Мы видим, что у нас победу одержим проекта номер 3. 34%. Проект номер 4. 20% по IRR. Третье место. И проект номер 1. Наихудший показатель по IRR. Прислаем ему 1 балл. Далее, шаг номер 4. Вставить. Первое место и четвертый ранг получает проект номер 3. Минимальный срок окупаемости. Третий ранг. Проект номер 2. Второй ранг. Проект номер 4. И самый большой срок окупаемости. То есть, соответственно, самое худшее значение ранга 1. Получает проект номер 1. Что мы дальше делаем? У нас... ...веса, коллеги. В общей рейтинговой оценке из этих трех показателей. NPV, IRR, DPP. Руководство компании, акционеры в этом условном примере решили, что у нас удельный вес показателя NPV 70%. 20% IRR и 10% DPP. Теперь возвращаемся в наш расчет. Переходим на шаг номер 5. Вставить ячейки со сдвигом вправо. Вставить ячейки со сдвигом вправо. Пишем удельный вес. Удельный вес. Здесь 70%. Суммарные оценки. Здесь IRR 20%. И, соответственно, 10% показатель DPP, discount, payback, период. Сумма всех весов, коллеги, при любом отборе всегда равна единице. Сумма всех вероятностей в исходах различных сценариев поведения инвестиционной программы единица. Копировать. Шаг номер 6. Давайте, собственно, какую-то интегральную оценку по итогам анализа всех трех показателей с перемножением на удельные веса ранг проекта в портфеле. Что мы делаем? Равно ранг умножить на удельный вес, плюс ранг умножить на удельный вес второго показателя, плюс ранг умножить на удельный вес третьего показателя. 1,7. 1,7. 3, 2, 2. Давайте один знак сделаем после запятой. Теперь, собственно, у нас побеждает проект, который набрал наибольшую сумму баллов по рангу данные, составка ранг проекта по убыванию. Давайте определим, кто какое место у нас занял. С рангом 3, 2 победил проект 2. Ранг 3, 1. Второе место занял проект 1. Ранг 2. А третье место занял проект 4. Далее, что мы смотрим, коллеги? У трех проектов мы знаем, что у нас зона отсечения. Давайте ее запишем. Зона отсечения 280. Зона отсечения у нас с вами 280 тысяч. Давайте посмотрим. Первые три проекта у нас набрали 185. И мы ничего не знаем о делении на модуле проекта номер 3. Поэтому, если у нас добавление в рамках одного проекта, мы должны отдать предпочтение первым трем проектам. Вот эти проекты, я сейчас закрашу это зеленым, мы включаем в инвестиционный портфель. Копировать. Шаг номер 7. Убираем с вами проект 3. И общая сумма инвестиций у нас равна 185. Вот в этом лимите, предоставленном акционерами, управляющими инвестиционными декорами, в зависимости от организационной структуры компании, мы выбираем три наилучших проекта с максимальным рангом. Сколько нам нужно добрать? Акционеры выделяют 280, мы заняли 180. Остается 95 тысяч инвестиций. Мы должны понять, мы проект 3 с объемом инвестиций 120 тысяч сможем выделить из него часть, чтобы набрать еще 95 тысяч. Иначе в портфель придется добавить сравнение еще, дополнительных условий на эти 95, еще конкурсантов включить для отбора. Ну вот логика следующая, еще раз давайте по шагам и проговорим. Первое. Мы формируем общий портфель для отбора, узнаем у акционеров зону отсечения, сколько они денег по бюджетному финансированию готовы выделить, акционерные деньги, собственный капитал, заемный капитал, привлеченные займы для финансирования инвестиционной программы. Этот лимит 280 тысяч. Мы должны посмотреть, с учетом того, что удельный вес в портфеле показателя NPV с процентов, ARR 20 и DPP 10, какие проекты мы должны выбрать. Чем больше NPV, тем больше ранг. Чем больше ARR, тем больше ранг. Чем меньше DPP, тем больше ранг. Провели анализ, перемножили ранги на удельные веса. И в результате анализа выявили, что проект 2, 1 и 4 получили право на финансирование в инвестиционном портфеле на очередной год. 2, 1 и 4. Вот мы с вами в Excel в прямом эфире выполнили эту задачу. Могу вам сказать, что этот анализ делается каждый год. Какие-то проекты стартуют в очередной финансовый год. Проекты, которые стартанули годом раньше, уже выходят на этап мониторинга. Инвестиционные фазы, при закончении инвестиционной, операционной фазы развития инвестиционного проекта. Что включает курс инвестиционной анализы для профессионалов? Давайте поговорим о программе курса. Модуль 1. Методология выбора наилучшего инвестиционного решения. 4 часа. Далее модуль 2. Управление портфелем проектов. 4 часа. Модуль 3. Анализ финансовой модели инвестиционного проекта. Microsoft Excel. 4 часа. Модуль 4. Мониторинг инвестиционного проекта. 4 часа. Модуль 5. Моделирование риска проекта. 4 часа. Коллеги, интегральные показатели эффективности проекта – это не только доходность, выражающая в абсолютной выгоде проекта NPV. Относительных показателей API. Внутри норме доходности процента. Возврата инвестиций. Но это еще и сочетание риска. Это возможность отклонения при моделировании риска, например, на плюс 10, минус 10 процентов, плюс 15, минус 10 процентов, обусловленные диапазоном ставки дисконтирования от базового защищенного значения. У какого-то параметра может быть отклонение 210 процентов при изменении одинакового значения. У какого-то, например, 80. То есть, в зависимости от этого и риск сочетания различных факторов, формирующих интегральные показатели эффективности проекта, может быть разным. И, конечно, при отборе проектов мы должны добавить наряду с показателями NPV, ARR, DPP, еще и риск проекта в зависимости от отклонений параметров от базового значения. Также проранжировать. У какого-то проекта будет этот риск, например, по пятибалльной шкале 4,8, у какого-то 3,4, у какого-то, например, 2,48. И понятно, что мы присвоим четвертый ранг при этой системе проекта, у которого минимальный риск среди сравнения по другим проектам. Далее, управление схемой финансирования. Мы знаем, что банк никогда не выдаст финансирование под какой-то инвестиционный проект, если сальдо положительных отрицательных потоков по потоку денежных средств на каждый шаг расчета будет меньше нуля. Необходимо сбалансировать так денежный поток в каждый год, чтобы это значение было равно или больше нуля. Как правильно подобрать схему финансирования? С учетом собственных источников, заемных источников, мы будем рассматривать модуль управления схемой финансирования 3 часа. И седьмой модуль, так как очень сложный курс, мы предусмотрели деловую игру, когда мы, с учетом определенных ролей участников нашего семинара, у каждого будет своя роль, о которой никто не будет знать в группе. И каждый в процессе деловой игры должен будет выдержать задания, данные ему тренером. И также проведем брейн-ринг и окончательное тестирование, когда по прошествии курса дается 1 час 60 минут на ответ по 50 вопросам. 25 теоретических, 25 практических, чтобы закрепить полученные знания. Тестирование считается пройденным, если набрано половина правильных ответов, 25 правильных ответов. Уважаемые коллеги, чему научит вас этот курс? Сравнивать инвестиционные проекты, формировать портфель инвестиционных проектов, проводить мониторинг реализуемых инвестиционных проектов, анализировать риски инвестиционных проектов, подбирать схемы финансирования инвестиционных проектов вашей компании. Место в цепочке курсов центра специалист по направлению финансовый менеджмент. Мы рекомендуем иметь подготовку для этого курса, курс основы инвестиционного анализа, владение навыками среди первого уровня по градации центра специалист, каким-то основным навыкам моделирования, управления проектами с учетом пакета анализ, что есть ли, это мы с вами в процессе занятий полностью освоим. Самое главное, чтобы понимать, как перемножаются ячейки, как происходит суммирование, как работает программа сортировка. Простейшие понятия, потому что вся деятельность по управлению инвестициями, будь то это простейший курс основы инвестиционного анализа, инвестиционного анализа для профессионала, все проходит в Excel. Это среда Excel, это основной, собственно, инструмент работы инвестиционного аналитика. Перемножение, расчеты ставок дисконтирования, управление среднеизвестной нормой капитала, все придется делать в Excel. Поэтому какие-то простейшие навыки, как перемножать, как суммировать, это у вас должно быть. Далее мы рекомендуем вместе с этими курсами пройти также подготовка и защита бизнес-плана. Что это за курс, как открыть свое дело, как правильно позиционировать бизнес-план на защите в банке, как привлечь деньги. Этот курс будет интересен как для акционеров, так и менеджеров компании, непосредственно, кто имеет дело с разработкой бизнес-планов. Ведь это не всегда только, например, финансовый раздел бизнес-плана. Это, например, маркетинговый план. Как работать с эластичностью, как доказать суть инвестиционной идеи на защите. Мы будем разбирать рамках этого курса. И тем, кому нужен курс по фундаментальному анализу, факторному анализу экономических зависимостей, например, управление рентабельностью собственного капитала. Мы знаете, что по формуле дипона мы можем разложить показатели, можем на 7 различных показателей разложить в процессе анализа этот показатель. Но основное это оборачиваемость, прибыльность и коэффициент долга, мультипликатор долга. Понятно, что если мы просто вычислим, например, рентабельность собственного капитала, сам показатель по себе ничего не скажет. А оборачиваемость и вес при факторном анализе, который в нем каждый из рассматриваемых показателей, прибыльность продаж, оборачиваемость капитала, здесь нужно уже смотреть и детально подтягивать недостающие слабые зоны предприятия для того, чтобы достигнуть максимального роста этого показателя. Это основной показатель характеристических действий менеджмента компании. Коллеги, кому будет полезен этот курс? Руководители, специалисты среднего звена в области инвестиционного менеджмента, имеющие базовое экономическое образование. Хочу напомнить, что справочник профессии составлен в соответствии с требованиями Министерства образования Российской Федерации. Это сейчас регламентировано. Вы знаете, что на каждый курс защищается паспорт проекта, проговариваются выгоды, которые получит слушатель, студент, который прошел данный курс. И, соответственно, перечислить профессии, на кого рассчитан этот курс в соответствии с правочниками Министерства образования Российской Федерации. Специалист по работе с инвестиционными проектами, специалист по финансовому консультированию, финансовый консультант, стажер, младший финансовый консультант, специалист по финансовому просвещению, брокер, агент коммерческий, брокер финансовый. Какие документы об окончании выдаются по прошествии этого курса? Свидетельство, удостоверение, сертификат центра специалист, как сертифицированного центра Microsoft. Свидетельство, удостоверение, либо это дипломная программа. Нужно смотреть, какой объем часов вы пожелаете потратить на свое обучение. Подробную информацию можно узнать у администраторов центра Белорусско-Савеловский, метро Белорусское. Коллеги, если у вас остались вопросы, вы можете их задать в чате, можете написать на электронную почту ААК ДНКО-специалистру, когда состоится ближайший курс. Только что закончился курс основы инвестиционного анализа. Ближая дата 2 июня 2019 года, следующее воскресенье. Мы будем заниматься 3 воскресенья подряд с 10.00 до 17.00. Курс проходит в интенсивной ванере. Выходные дни с учетом сложности курса. Но и пока нет смысла преподавать такой курс с 18.30 до 21.30 с понедельника по пятницу по причине сложности, глубине изучения. Но и после работы, конечно, иметь дело с постоянным перемножением. Математика нам представляется не совсем правильно. Нужно выделить какой-то свободный день, выходной, где вы полностью можете посвятить себя обучению. Коллеги, если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте в чат, что вы хотите спросить. Еще раз остановлюсь на программе. Может быть, подробно осветить какой-то модуль, что мы будем рассматривать в этом модуле. Спрашивайте. Татьяна, Анастасия, Дмитрий, ну и коллеги, кто присутствует точно в группе, спрашивайте какие-то, может быть, разделы, которые вы проходите, требования вашего высшего менеджмента для проработки в инвестиционной политике компании. Мы ответим. С учетом ранга риска, коллеги, о чем я говорил, то есть, например, что я имел в виду, то есть, например, если у нас, условно, где у нас последний отбор, вот если мы шестой шаг, например, перенесем, давайте вот сюда сделаем вставку, шаг номер 6 с учетом риска. Это все показатели доходности с учетом риска проекта. Как бы выглядел этот отбор? Смотрите, что бы мы получили. То есть, пока вот этот ранг мы бы убрали. Ранг. То есть, смотрите, вводим показатели риск. Риск проекта. Ну, условно говоря, по четырем проектам. И удельные веса мы бы, смотрите, допустим, поменяли. У нас же теперь четвертый показатель. Допустим, можно отдать ДПП показатель. У нас также, например, сроку памяти 0.1. Здесь можно отдать показатель условно 0.5. 50%. И 20% отдать рискованности. Соотношение в рамках единицы 100%. Что, как отдать удельный вес, на какой показатель, определяется внутри компании. Что для вас важно. Возможно, для ваших руководителей 90% дадут показателю ARR. Это показатель понятия, он сравнен со ставкой дисконтирования. А возможно, кто-то дает предпочтение показателю NPV. Процентов 80 и 20%, например, по 5, на остальные показатели ARR, DPP, риск проекта. Возможно, вы индекс прибыльности захотите ввести в эту модель отбора. Давайте попробуем. Например, риск проекта условно. Здесь у нас получился 4. Здесь 3,8. Здесь 4,88 и 3,15. Удельный вес давайте тоже присвоим. 0,2. Ну и, соответственно, давайте попробуем сформировать наш ранг, исходя уже из 4 показателей. Ранг проекта. Ранг проекта. Ранг проекта. Давайте сюда, чтобы... Так, DPP. Удельный вес. Здесь ранг. Что мы имеем? Равно 3 умножить на 0,5. Плюс 4 умножить на 0,2. Плюс 3 умножить на 0,1. Плюс... Ну, пока еще сейчас, секундочку. Секундочку, нужно же присвоить ранг еще. Риск проекта. Вставить. Бегом вправо. Давайте присвоим, конечно же, ранг. Мы отдадим с минимальным риском 4 балла. Похуже. 3. 2. И 1 балл как самому рискованному проекту. Самый рискованный проект у нас проект 4 получился. Теперь давайте ранги. Перемножим. 3 умножить на 0,5. Плюс 4 умножить на 0,2. Плюс... Умножить на 0,1. Плюс 2 умножить на 0,2. Давайте посмотрим, что набрал 2,9. Нам нужно с вами поменять проекты. Местами 4,3 данные. Сортировка. Ранг проекта по убыванию. Итого. У нас проиграл проект 4. Коллеги. Если мы добавили риск. Давайте выделим вот так вот. 3 проекта победителя. Итого. Мы набрали с вами 270 по инвестициям. Удаляем из рассматриваемого анализа проект номер 4. На сумму по инвестициям, чтобы понять. На 280 мы набрали 270. Еще можем 10. Но выделить из проекта, допустим, 4, который 35 у нас составил. Нужно опять же узнать. Он делится на модули. Чтобы какую-то частичку можно было добавить на недостающие 10. В общем лимите от акционеров 280. Для финансирования инвестиционной программы на очередной год. И давайте тогда суммируем также суммарный НПВ проектов 115 тысяч. Вот так проводится анализ. Видите, вот все делается на чистом листе. Моя задача как бизнес-тренера сформировать практические навыки. Как это делать, чтобы специалист ни от кого не зависел, умел сам провести анализ как конкретного инвестиционного проекта с расчетом интегральных показателей эффективности, так и выбрать наилучшие проекты финансирования из инвестиционного портфеля. Это только маленькая часть этого курса. Вот я вам демонстрирую, чем мы будем заниматься. Нужно до автоматизма отработать эти навыки. Что очень важно в современных условиях. Позиционирование проекта в портфеле. Выбор наилучших инвестиционных решений. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Уважаемые коллеги, в начале курс представлял единый курс инвестиционный анализ. Но и в дальнейшем по просьбам слушателей мы разделили. Сделали первоначальный курс основы инвестиционного анализа. Куда ввели простейшие навыки расчета ставки дисконтирования. Интегральных показателей эффективности. NPV, ARR, PI. Ну а, собственно, поведение проекта в портфеле перенесли в более сложный курс из семи модулей. Инвестиционный анализ для профессионалов. Что хочется добавить. То, что какие, собственно, показатели включать для отбора инвестиционных проектов. Вот я, условно, для примера выбрал NPV, IRR, TPP, срок окупаемости. Но с учетом преимущественных недостатков каждого показателя, кто-то заменяет, например, IRR показателем PI, profitability, индекс. Потому что он не имеет таких недостатков, которые имеют показатели IRR. Кто-то, допустим, сосредотачивается на выборе проектов по двум показателям. Например, берет показатели NPV, абсолютной доходности по проекту в числовом выражении. И показатель, например, скорости возврата инвестиций. С одной стороны скорость, с другой стороны, когда он получит абсолютный эффект. Но с другой стороны, на каждое значение NPV ведь есть своя сумма инвестиций. При одинаковом NPV, возможно, какой-то из проектов требует в два раза меньше инвестиций, чтобы достигнуть такой эффекта NPV. Поэтому, ну, получается, нужно добавлять относительный показатель наряду с абсолютным базовым значением NPV, который охотизует полностью все выгоды от реализации инвестиционного проекта. Поэтому набор комбинаций может быть различным. NPV, IRR, DPP, NPV, риск проекта, NPV, риск проекта, NPV, DPP, риск проекта. Нужно абсолютное значение NPV, и поэтому он координирует этот показатель наряду с показателем возврата инвестиций с учетом временной стоимости денег, DPP, и риска проекта. Татьяна, у вас есть вопросы? Дмитрий, у вас есть вопросы? Коллеги, что бы вы хотели? Кейсы будем делать? Мы будем делать кейсы. Еще раз обращусь к программе. Вот, например, методология выбора наилучшего инвестиционного решения. Шесть кейсов. Управление портфелем проектов. Три кейса. Подробная программа положит на сайте, там прям под разделом практику видно, что мы будем делать. Анализ финансовой модели инвестиционного проекта. Как правильно подготовить сложную инвестиционную модель? Это уже не те простейшие примеры, которые мы рассматриваем на базовом курсе основы инвестиционного анализа. Это сложная модель, типовая, средняя модель, которая применяется при анализе инвестиционной программы в крупных промышленных холдингах. Мониторинг проекта. Как прогнозировать каждый фактор? Какой-то фактическим стал? Что изменилось с расчетом инвестиционного проекта? Какой стал NPV? Какой стал показатель PI? Показатель ARR? Управление схемой финансирования. Практическое задание. Как подобрать схему финансирования с присутствием преподавателя, бизнес-тренера? Потому что основные навыки пока преподаватель здесь, что потом можно воспроизвести эту логику. Самое главное прорешивать все эти задания, которые даются. Все выставлены в логическую систему с первого по седьмой модуль. Но моделирование риска проектов, это, как я уже говорил, максимальное и минимальное отклонение изучаемого параметра, например, объема продаж, например, переменных затрат, цены реализации. Насколько отклонится, например, при изменении показателя на плюс-минус 10% NPV? Возможно, это 210%, возможно, это нечувствительный параметр, и экономика проекта не почувствует этого отклонения. Это станет все известно в процессе анализа чувствительности проекта, выделения ключевых рисков проекта. Ну и переход после анализа чувствительности, выделения ключевых рисков проекта на присвоение ранга риска по конкретному проекту. Ну и потом, соответственно, как вы видели, можно уже в рамках инвестиционного портфеля применить этот отбор. Дмитрий, у вас есть замечания, пожелания какие-то, чтобы добавить в программу этого курса? Если есть, пожалуйста, в бегущей строке говорить. Коллеги, еще вопросы? Ну, мы так или иначе, после все задания построены таким образом, чтобы не было какого-то односложного решения. В процессе решения, собственно, все это и оговаривается. Для чего это? Как сравнить, например, проекты по противоречию NPV, ARR? Ну, это вы рассматриваете. Показатели баланса – это курс финансового анализа, это есть отдельный курс. Мы рассматриваем только инвестиционные, все, что касается инвестиционного портфеля. Анализ баланса – это анализ горизонтальный, вертикальный, это курс финансового. Я просто говорю о тех компонентах, которые знают, которые будут будущие, по-моему, проекты, которые мы хотим, допустим, найти. Ну, анализ заключается вот как раз в том, что я сказал, что показатели эффективности, собственно, какой будет NPV в рамках инвестиционного анализа. То, что вы спрашиваете, это финансовый менеджмент, это горизонтальный, вертикальный анализ отчетности. Комментарии полученного баланса по инвестиционному проекту, ну, есть ключевые показатели. Коэффициент финансовой независимости, коэффициент рентабельности собственного капитала, оборачиваемости. Эти показатели будут также обсуждаться, но суть именно научить финансово моделировать расчет в рамках инвестиционного портфеля. Срок окупаемости? Ну, как часть при отборе, какой-то удельный вес будет добавлен и срок окупаемости. Понятно, что удельный вес для торговых компаний по сроку окупаемости будет выше. Для промышленных это, скорее всего, в сторону NPV. Дмитрий спрашивает, какой присваивается ранг проектам с одинаковым риском, если такая оценка была проведена. Дмитрий, вы имеете в виду, сколько может ли быть количество одинаковых первых мест, вторых мест, третьих мест? Вы это имеете в виду? Да, ну смотрите, какая логика. Давайте вернемся к расчету. Смотрите, есть ли проект, например, конкретный пример. Например, у нас с вами есть три проекта, шаг 6 с учетом риска. Два проекта, например, имеют показатель NPV 70 тысяч. У нас всего три проекта. Что мы делаем? Мы берем, присваиваем два первых места, присваиваем три. Три. И проекту, занявшему третьего места, присваиваем ранг 2. Это можно сделать вот таким образом. Самое главное, чтобы не было противоречий по отбору эффективности. Понятно, что если два проекта победили, они должны получить один ранг. У нас три проекта. Всего три ранга. Три наибольший, два посередине, один наименьший. Но если два проекта из трех победили по NPV, присваиваем ранг 3, проигравшему проекту третьему ранг 2. Коллеги, задавайте еще вопросы. Добавлю, что методология отбора проектов в рамках анализа инвестиционного портфеля должна быть методически закреплена в компании. Все-таки я рекомендовал бы начать с инвестиционного регламента, где мы должны прописать фундаментальную часть, как у нас будут анализироваться инвестиции, какую мы закрепим финансовую модель для анализа, написать инструкцию к этой финансовой модели, разработать положение руководителей проекта об инвестиционном комитете, как будет приниматься решение, кто будет входить в состав инвестиционного комитета. Вначале методологическая часть. Когда эта часть прописана и утверждена, в рамках этой части надо выбирать набор практических инструментов. Какой конкретной моделью мы будем пользоваться, как мы будем считать, какие числовые компоненты для отбора портфеля, ниже какого уровня мы остановим с вами или приостановим проект по NPV при мониторинге проектов и так далее. Вначале методологическая часть, а потом, собственно, мы должны прописать практические методики, как реализовывать этот инвестиционный регламент. Уважаемые коллеги, кто-то на этот курс идет без курса прохождения основы инвестиционного анализа, но хочу сказать, что подробно, если, допустим, человек не прошел основы инвестиционного анализа и идет на курс инвестиционный анализ профессионалов, останавливаться, как тратить какое-то длительное время для повторения истины основ, основы инвестиционного человека принимает на себя сам рис. Если у него есть соответствующая подготовка и ему нужно по практической работе, то мы предполагаем, что объем курса основы инвестиционного анализа этот слушатель или студент, он знает. И мы не останавливаемся на каких-то простейших вещей. Например, как рассчитать показатель НПВ? Ну, понятно, что как рассчитать, например, показатель АРР, какая формула ВЭЦИ, что такое оборотный капитал, например, или что выручка – это перемножение объема на цену реализации. То есть вот эти понятия простейшие мы предполагаем, что слушатели знают, потому что мы будем заниматься более сложными методиками отбора, анализа проектов. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Дмитрий, есть еще вопросы? Анастасия? Ну, мы понятно, что рассмотрели какую-то часть, то есть понять, чем мы будем заниматься. И в различные ракурсы вот такие модели строить будем по различным методикам. Методик где-то около 30-40, это более усложненный анализ. Но, опять же, в тесте, в конечном, все будет закоплено, ваше знание, и я думаю, что это будет очень полезно. Потому что, конечно, эту часть мы выделили отдельно, но вот кто прошел уже ее, кто, собственно, работает, и применяет те знания. И на следующий курс, кто пришел, подготовка и защита бизнес-плана, все отзываются положительно. Приглашаю вас в воскресенье, Дмитрий, Анастасия, Татьяна на этот курс, и вас, коллеги, тоже. Наш вебинар на сегодня закончен. Всем всего хорошего.